Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске Новогоднее послание 2022 года президента Западной Армении. Рождественское празднование Сахрам Касра. Кафедральный собор Анаит Верзенка. Провинция Великой Армении. Западная Армения и ЮНЕСКО. Забытый армянский герой, оставивший свой высокий пост для защиты Отечества. Исходные армянские годы, начало календаря. Брестский мир и армянская общественность Нахичеванина Дону. Дамы и господа, дорогие соотечественники, на основании следующих национальных и международных обстоятельств, стабильность нашего государственного строя перед лицом провокации против нашей Родины, оккупация нашей Родины, Турции и влияние необъявленной войны на территории Арцаха сегодня на существование нашей нации. Продолжение геноцида армянского народа в Западной Армении и отрицание его права на жизнь. Рассеянность наших соотечественников по миру. Я хочу, чтобы вы были уверены, что наши позиции ясны и прочны. При единстве армянского народа все эти преступления найдут и получат адекватный ответ. Дорогие соотечественники, как это принято каждый год, позвольте пожелать армянскому народу и всем нашим гражданам успехов, силы воли во имя наших прав и патриотизма, справедливого решения проблем, основанного на том, что мы – коренной народ нашей Родины. Текст полностью доступен на нашем сайте. Дорогие друзья, вот некоторые новости с празднования Рождества 2021 года в Ассирийской православной церкви в Тигранакерте Диарбекире. Несмотря на два года ограничений за COVID-19, как и в прошлом году, в этом году Центр социальной помощи, реабилитации и адаптации отпраздновал Рождество с Ассирийской, Халдийской и Армянской христианскими общинами. Этот праздник еще раз показывает, что семена, посеянные с Ахрам, укрепили свои корни, расцвели и дали плоды. В свете праздники собрались православные христиане, католики, протестанты, мусульмане, сунниты, ассирийцы, армяне, курды и арабы. Благодаря связям, которые Центр стремится поддерживать между различными этническими группами разных религий, совместное празднование этого праздника стало постоянной традицией. С дохристианских времен до начала XX века ассирийцы и армяне составляли большинство в Тигранакерте и в различных регионах Западной Армении. Статья полностью доступны на нашем сайте. Исторический исследователь Хажак Сириканян написал на своей странице в Facebook. Храм Анаит в селе Ерия или Ерзенка в церковном велоете в Верхней Армении. В IX веке до н.э. на холме располагалась мощная крепость-станция, а позже, во время культа Анаит, она стала храмом. В 1934 году до н.э. Антониус разрушил храм, и статуя Анаит была сломана. В настоящее время холм по-турецки называется Алтынь-Тепе. В социальных сетях часто можно прочитать, что армяне жалуются от нечеловеческого отношения к армянскому наследию в Западной Армении и Арцахе. Но информированы ли те же люди о том, что ЮНЕСКО не отвечает, если компетентные службы немедленно не подадут жалобы в ЮНЕСКО. И наоборот, когда жалобы подаются правоохранительными органами, ЮНЕСКО не только принимает во внимание жалобу, но и пытается найти политические решения, чтобы рассматриваемая жалоба имела свое влияние. Статья полностью доступна на нашем сайте. Джим Чанкалян родился в районе Тигренакерт в Западной Армении под именем Петрос Чанкалян. Вскоре он и его семья эмигрировали в США. Чанкалян был не только опытным американским солдатом, но и знаменитой фигурой в армянской общине Нью-Йорка. Партия Гэнчак, реформированная в 1915 году вместе с региональным комитетом Демократической партии США, попросила Чанкаляна с особой миссией отправиться сначала на Кавказ, а затем в Ван, где он должен был помочь армянскому освободительному движению. Чанкалян охотно согласился на эту просьбу. С группой добровольцев из Западной Армении Чанкалян в назначенное время прибыл в Ван, где его встретили героический лидер сил самообороны Армении Арменак Ягорян. Чанкалян, будучи советником Яганяна, сыграл важную роль в формировании добровольного полка. В конце концов, его военная миссия увенчалась успехом. Вернувшись в США в 1917 году, Чанкалян вскоре узнал о плане сформировать во Франции армянский легион, которому решил присоединиться. Легион был создан, чтобы идти на Палестинский фронт, чтобы сражаться с немецко-турецкими армиями на стороне союзников. В ближайшее десятилетие Чанкалян продолжил свою деятельность на благо Родины. Он стал главным членом армяно-американского национального совета и занял пост президента этой организации. Он также был первым председателем Центрального комитета Всеобщего Армянского благотворительного союза и посвятил себя служению армянской церкви. Известный армянский патриот Чанкалян скончался в Нью-Йорке в 1947 году. Краткий обзор. Календарь был основным средством измерения времени с древних времен. Священники, короли и цари, даже будучи посвященными, клялись ввести вычисление календаря и не изменять его по своему желанию. Армянское духовенство хранит четыре календаря с древних времен и по сей день. Подвижной календарь, солнечный календарь, лунный календарь и звездный календарь. Статья полностью доступна на нашем сайте. Едва ли можно найти в отечественной историографии тему, столь долгую и умышленно фальсифицированную, как итоги и значения Брестского мирного договора 1918 года. Освобождение исторической науки от идеологических штаммов, от выполнения социального заказа со стороны находящейся у власти КПСС породило определенные надежды на объективное и всестороннее рассмотрение итогов этого позорного и предательского по отношению к армянскому народу мира. И действительно, в начале 90-х годов в отечественной исторической науке появился ряд работ, в которых была сделана попытка с новых позиций рассмотреть поставленные вопросы. К числу этих публикаций можно отнести статьи Михайлова, Журавлева и Панцова. Статья полностью доступна на нашем сайте. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом у нас все. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok